Всем них мира, пацаны! Сегодня мы будем писать бит в стиле этого 10-тысячнократного платинового продюсера, и он не зря платиновый продюсер, потому что у него крутые биты. А меня по-прежнему зовут Стас Гарф Прот. В общем, давайте приступим. Смотрите, у нас из интересного два баса и куча перкуссий, но об этом позже, потому что начинаем мы вот с этой гитары. Это Sunburst Deluxe, вот такой вот пресетик я выбрал для неё. И вот тут вот можно попереключать ещё разные варианты звучания. Там написано C1, но в пианороле они переключаются на C3, а нам конкретно вот такой вот вариант звучания нужно, muted, так сказать, strings. Ещё нам нужно поднять темп со 140 до 153 ударов в минуту, потому что у Nikomira такие бодрые, быстренькие биты, аккорды. И пока они играют, скажу, что наш лад это F-sharp minor, то есть F-di-s minor, F-sharp, видите, minor harmonic. И мы можем приписать к ним ещё сверху такую ритмическую мелодию, типа... И вот здесь меняем её. И ещё можем нажать Alt-S, подвинуть верхний или нижний нотик в аккорде. Вот так вот будет достаточно, акцепт. Можем зайти в Guitar Settings и Muted Note можем сделать чуть-чуть подлиннее. Мне так больше нравится, как звучит. Окей, теперь наверху выделяем, нажимаем Ctrl-B и идём в наш следующий инструмент. Это Addictive Kiss, Studio Grand, то есть Royal, и Close Hard, потому что мы Hard, пацаны. Тут мы, в общем-то, будем прописывать ровно те же самые аккорды, но у Nikomira постоянно вот эти верхние мелодии, такие... С фаршлагами, со всем таким. Мы этим и займёмся. И вот здесь... Угу, вот оно, вот оно. Ещё мы здесь тоже можем нажать Alt-S, с теми же самыми настройками акцепт, наверху снова уделяем, нажимаем Ctrl-B, готово. Сразу добавляем ещё одну гитару, на этот раз это Amble Guitar G, на ней будет прописана ещё одна верхняя дополнительная мелодия. Мы точно так же, как и до этого, следуем тем нотам, которые мы уже использовали, ориентируемся по Ghost Channels, вот Alt-V я их включаю-выключаю. Просто пишем мелодию, чтобы она как-то была в движении. Ещё можем нажать Alt-Q, чтобы немножко подровнять Velocity, сделать их более человечными. Levels Hip-Hop, у меня он и так уже выбран, и Velocity крутим, как нам, прикольно. Вот, например, вот так. Вот готова наша мелодия, теперь можем начать с ударных. Например, Clap. Просто наверху выделяем, Ctrl-B. Окей. Только давайте выделим, Alt-зажмём, сделаем его погромче. Вот так лучше. Теперь берём Ctrl-C, Ctrl-V. Копируем на Snare. А вот Snare можно сделать потише. Теперь можем прописать бас, и перед этим правой кнопкой нажимаем, и смотрим, чтобы Cato Self был включен. Для удобства будем писать его на октаву выше. Теперь Ctrl-B нажимаем, а здесь мы сделаем красивенькую пробежку по басу. Переключаемся на 1 треть, нажимаем Ctrl-U. Правой кнопочкой мышки вот так прут, тянем и получаем. Теперь можно всё это опустить обратно на октаву вниз, чтобы это звучало так, как оно будет звучать в итоге. Бас можем немножечко убавить. И, естественно, бас прописан по корневым нотам аккордов, и на октаву выше я его писал, в том числе для того, чтобы лучше слышать в тон он звучит или нет. Теперь kick. Слабенько. Давайте EQ побольше. И прописываем его практически полностью по басу, ну, например, вот здесь. To tune, а бас играет просто tune. Теперь можем прописать дополнительный snare. Всё. У нас есть вот такой вот интересный перк, и смотрите, в отличие от такого перка, вот этот стоит всё-таки подстроить под высоту тона нашего бита. Жмём на него правой кнопкой мышки, Edit and pitch корректор, видим, что он на D-sharp. Теперь просто заходим в его настройки, вот сюда, и правой кнопкой мышки на D-sharp тыкаем, чтобы FL-ков была в курсе, какая корневая нота у этого сэмпла. И просто пропишем её в конце. Займёмся остальными перками. Когда в моём бите много перков, я всегда включаю их отдельно вместе со снэром, чтобы понять, не слишком ли их много, или нет ли где-то места, где слишком сильный провал ритма, или где-то наоборот нагромождение. Просто слушаем их отдельно вместе со снэром, и всё становится понятно, где нужно добавить, а где нужно убрать. Теперь напишем Head. Ну, я хочу изменить сэмпл хэтов. EQ на минимум, пусто немножко добавим, включим клип, и немножко Out. Вот так вот, Ctrl-B. У нас здесь есть несколько интересных пробежек на третях, и вот такие вот запиночки. Это вот моё самое любимое. Теперь мы можем добавить следующую интересную штуку. Приключаемся на одну четверть, и вот тут вот сюда ставим звучок, выделяем, нажимаем Ctrl-U, и правой кнопкой мышки тянем громкость, но чтобы она шла на убывание, потому что звук получится довольно прикольный. И добавим пару пробежек ещё вот здесь вот. Переключимся на одну вторую, Ctrl-U. Теперь нажимаем Ctrl-B, вот эту удалим, и здесь такая пробежечка ещё будет, одна треть, звучок ставим вот сюда, вот сюда, и вот сюда. Их выделяем, нажимаем Ctrl-D. Е. Вой, так сказать. Осталась у нас ещё одна партия, это второй 808-баз, давайте инструменты переместим в новый паттерн, и пропишем его. И смотрите, он играет до бесконечности, потому что здесь вот Use Loop Points включено, и у него есть вот эти Loop полосочки. И да, кстати, опять чуть не забыл, как только это видео соберёт 2222 лайка, я выложу этот бит в качестве фри-бита, и его можно будет скачать в WAV. А как только это видео наберёт 2666 лайков, то я выложу проект, в котором будут все сэмплы, все внутренности этого бита, в которых вы сможете поковыряться. Всё это будет в моём паблике «Школа битмейкинга», ссылка на паблик в описании. Так что, если вам нравится это видео, уже нравится это видео, то можете смело ставить лайк, а мы пропишем басец, и он будет со слайдами. Для удобства перенесём всё на октаву вверх. Переключаем на слайд, сокращаем. Я вам уже говорил, что слайды наверх делаем быстро, а слайды вниз делаем медленно. На две октавы вниз. Окей, у нас готовы абсолютно все партии. Вот мы скинули всё на микшер, надо бас ещё отправить на октаву вниз, потому что, опять же, я прописывал его на октаву выше, чтобы лучше было слышно, в тон ли всё звучит. И на него сразу накинем RC-20, потому что это будет не обычный бас. Не камеры, такие весёленькие штуки иногда в битах бывают. Я решил тоже такую добавить, RC-20 с пресетом «Бас Ток». Вы можете видеть, что тут бешеная динамика, поэтому накидываем на него сразу фрутилимитер. Можем сразу его в режиме компрессора включить. Просто, чтобы эту динамику бешеную немного ограничить. Теперь самое время сделать «Split by Channel» и разбросать всё это в микшере. Вот так вот. Ещё из интересных обработок на нашу вторую дополнительную гитару пойдёт RC-20. Но если воблу отключаем и добавляем дисторшина, чтобы вот именно вот типа как перегруженная гитара это звучало, и ещё у нас будет интересный плагин «The Orb» с пресетом «Свэй». Вот. И этот звук именно таким я и задумывал, чтобы он был на заднем плане, и чтобы вот такой вот он был. Вот вообще, нет ли у вас такой прочной связи в голове, вот как у меня, то, что ник «Мира» равно «Juice World», потому что если даже зайти на «Genius», то большая часть треков «Ника Мира», которые там в топ-10, это именно треки «Джуса». Есть ли у вас какой-нибудь трек, который вышел из-под продакшена «Ника Мира», но при этом это не трек «Juice World», потому что вот, ну, у меня только недавно, скажем так, он начал открепляться от «Juice World» по понятным причинам. Если у вас такие треки есть, то напишите о них в комментариях, мне будет очень интересно их послушать. А пока давайте я, чтобы вас не утомлять, быстренько проделаю небольшие обработки, и потом про них вам расскажу. Вот я сделал несколько простых обработок. Во-первых, на вот этот бас, помимо вот этого «Renroll», я накинул еще «Ozone» и «Major», как, собственно, и на основной наш бас. Но на основной бас я еще накинул декапитатор. Из настроек только вот подкрученные на 4 усиления, и все. Ну и «Ozone» и «Major». «Serialize» включен. У «Band 2» и «Band 3» чуть-чуть приподняты. «Band 2» смещен на 200 Гц, либо выше. На «Tiki» ничего, на «Clap» «Ozone» и «Major», с примерно такими же самыми настройками. Когда я кручу «Ozone» и «Major» для «Clap» или для «Snare», я всегда кручу их на слух. И допустить ошибку очень легко, и тогда «Clap» будет слишком сильно выпирать, поэтому лучше расширять его чуть-чуть поменьше, чем хочется, скажем так. Похожие настройки на «Snare» и «Snare» потише у нас звучит. Потом у нас «Stereo Shaper» на вот этом колокольчике. «Ozone» и «Major» на «Head». На нем довольно сильно накручено все. Чуть-чуть перки в разные стороны подвигал. И на групповом канале, на который идут перки и хай-хэт, с помощью «Center Stereo» «Low» на «Minimum», «High» на «Maximum», «Punch» на «Minimum». Чуть-чуть убавил «Center» и чуть-чуть добавил «Sides». На «Snare»… Ну, это уже, знаете, это уже из разряда «Placebo», то есть «J37», чтобы чуть-чуть сделать их поярче. «DS-10 Drum Shaper» чуть-чуть добавил «Атаки», чуть-чуть убавил «Sustain». Можете сравнить. Но YouTube так все пережимает, что вы из 100% никакой разницы не услышите. Но я ее слышу, вот чтобы вас успокоить. Из-за того, что я накинул на нашу вторую гитару «The Orb», вылезло очень много вот этой середины такой мерзкой, поэтому довольно жесткая эквализация. Но этот звук нам нужен именно как звук заднего плана. Потом у нас на Addictive Kiss идет очень-очень-очень небольшое расширение, то есть капельку я его расширил, просто чтобы он не звучал сильно уже, чем все остальное. И ретро-колор. Чуть-чуть подрезал низ, чуть-чуть добавил «Disto», все остальное выключил, добавил немного ревера. На эквалайзере точно так же чуть-чуть подрезал серединку в районе 1 кГц, потому что фортепиано само по себе это супер-мега-богатый гармонический инструмент. Иногда имеет смысл его чуть-чуть подрезать. Но опять же, не нужно зарезать его совсем, чтобы потерялся весь его смысл. Потом у нас основной инструмент. На нем тоже ретро-колор, чуть-чуть-чуть-чуть «Disto» и все. Еще на эквалайзере я подрезал геморайон 2 кГц, потому что он сильно выпирает, очень остро звучит. И чтобы он не вылезал сильно на передний план, чтобы он давал место и нашим перкуссионным, ударным и остальным инструментам, я это подрезал. На групповом канале инструментов также «J37» и чуть-чуть эквализации. Вот такой вот. Находил самые мерзкие резонансы и чуть-чуть их подрезал. Получился такой вроде более-менее довольно сбалансированный биток. Теперь давайте сделаем немножко структурки. Припеве я хочу сделать, чтобы дополнительная гитара и фортепиано звучали через халфтайм. Но вот этот инструмент плохо звучит через халфтайм, поэтому придется вешать два отдельных халфтайма на фортепиано и на вторую гитару. Приключаемся здесь на одну четверть, перебрасываем этот же самый халфтайм на Addictive Kiss и сделаем им автоматизацию. Для этого включаем вот эту крутилку, крутим микс и на вот эту кнопочку, снова правой кнопкой мышки «Create Automation Clip». Здесь они отключены, здесь они включаются, играют до этого момента и отключаются. Повторили это действие для второго халфтайма. Окей, окей. Еще я хочу сделать довольно интересное вступление. Добавляем на мастер Вальхалу Винтачверп и халфтайм. Так, на Вальхале мы включаем пресетик «Rooms» «Fets Nair Room». И немножко открутим «High Cut», чтобы уменьшить количество высоких частот в ревере, чтобы вот этот фильтр, выход из-под воды немножечко так чуть-чуть создать. Окей. Снова делаем автоматизацию крутилки «Mix», «Create Automation Clip». И делаем так, чтобы халфтайм играл только вот здесь вот. Заходим в «Винтачверп», снова нажимаем на эту кнопочку, крутим «Mix», правой кнопкой мышки «Create Automation Clip». И делаем вот так вот, вот так вот, чтобы было плавное спадание микса. И слушаем. Нет, давайте уберем перкуссию и добавим просто «Snare». О, так лучше, да. И еще я хочу сделать еще одну дополнительную штуку. Берем лезвие, вот так вот, шифтом подрезаем все, выделяем. И до вот этого кика. Теперь берем кик. Вот так. И берем snare еще. Можно еще head вот сюда подставить. Вот получается, в середине припева у нас будет. Мне нравится, как это звучит. И, ну, в конце можем сделать акцент на «тын-тын». И еще, смотрите, у нас здесь вступает второй бас. И чтобы не было никаких конфликтов, нам нужно нажать «Ctrl-L» в нашем основном паттерне баса и настроить ему «Envelope». Просто все на минимум, кроме «Hold», «Hold» на максимум и все. Потому что если мы это не сделаем, то хвостик одного баса наложится на другой бас и будет такое звучание. Переход с куплета на припев сделаем такой же, как переход со вступления на припев. То есть с халфтаймом. Но, правда, уже без ревера. Я вот так все подрезал. Я ставил только колокольчик и получается... Не знаю, по-моему, прикольно звучит. Такая вот довольно интересная, но очень простенькая структура. Ничего особо сложного, но вы сможете в ней поковыряться, как только видео наберет, 2666 лайков, потому что тогда я выложу проект, как я уже говорил. Окей, теперь давайте мастер-канал. Включаем «Ozone». Как обычно, у меня тут почти все на пресетах. На максимайзер только я крутил сам. И на динамик «EQ» я убавил, то есть вот эти две штучки потянул немного вверх. Остальные пресеты подписаны, вы видите их на экране. И сейчас мы уже послушаем виток. И, как обычно, перед этим напоминаю, что у меня есть видеокурс от «Адая» по битмейкингу в стиле «Новой школы и трэпа», который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. Чтобы его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании под этим видео. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. А если это видео показалось вам чуть-чуть интересным, капельку полезным или просто понравилось, то ставьте заслуженный лайк. А если было неинтересно, вообще полностью бесполезно, ну, что поделать, ставьте дизлайк. Ну и самое классное, что вы можете сделать для моего канала, это посмотреть другие видео на нем. Ссылки есть в описании, ссылки будут в конце видео. Ну или просто нажмите на название канала. И с вами был Стас. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok